У нас сегодня чёрная душа. Блядь, этот табак у меня, наверное, просили очень много раз, но очень в каком-то сильно, как бы так сказать, и попросили как-то раз в полгода. Но когда просили, типа просило много людей. И, собственно говоря, я как-то даже до него добрался. У меня, по-моему, был седьмой вкус. Вот если я ничего не путаю, по-моему, должно было быть их семь. Напишите в комменты, сколько их должно быть, потому что я вроде бы как покупал всю линейку. Давайте, как бы, за покупку всей линейки поблагодарим всех наших партнёров. Концептик дизайн, Японо Хука, скидка 10% по промокоду Ваня Забей на весь ассортимент у ребят на сайте. А также спасибо всем нашим табачным, бестабачным партнёрам, уголёчкам. Ребят, вы классные, спасибо вам огромное. Поддерживайте, это очень круто и клёво. Вот, переходим к душе. Душа вообще производится на мощностях, если кто-то вдруг не знал, Бёрн Табака. Оно производится там. Именно в большинстве своём, именно этот продукт породил когда-то мем. Я не знаю, ты вот далёк, наверное, от этой сферы. Но внутри сферы, типа, гулял прикол то, что Бёрн умеет делать табаки всем, кроме как себе. Вот. Потом уже всё это исправилось. Да, и сейчас, как бы, ну, вот у ребят, наверное, больше стало наоборот. Ребята очень хорошо научились делать табак себе, но с суббрендами что-то пошло не так. Душа производится на Бёрне. По крепости такой достаточно, я бы сказал, ну, прям среднячок-среднячок. Даже, типа, ближе к лёгкому, в моём понимании. Фракция кашеобразная. Очень сильно, кстати, похожа на Петер Ральф местами. Потому что у Петер Ральф есть такие вкусы, которые прям, вот, типа, ну, они прям кашка. Прям реальная кашка в банке. И это прям, ну, сука, не сильно приятно. Забивать это и с этим работать. Ароматика так из баночки насыщенная, понятная, простая. Единственное, что вам могу сказать, ребятки, что здесь мы, скорее всего, про ароматику не будем ничего рассуждать и обсуждать. По одной простой причине. Смотрите, вот, один из семи грехов. Да, вкусов должно было быть семь. Седьмой я куда-то проебал, сорян, будем без него. Чё у нас по вкусам есть? Сочная папайя, роза и люксурия. Не знаю, это, наверное, что-то значит. А, люксурия, это, видимо, похоть. Похоть, да, простите. Простите, сочная папайя, душевная роза. Красный сладкий виноград, маргарита, лаванда. Далее у нас кисло-ананас, белый персик, ёлки. Пурум-пурум-пурум-пурум. Цедра апельсина, гранат, шампанское. Кстати, хуйня, вкус вообще полный. А вот его не берите, залупа тушёная просто. О, Славик проснулся. Хуйня, короче, не берите. Это прям реально плохо. Это очень плохо. Кислый кружевник, кактус, огурец. И кто это у нас? Ягодный сорбет, арбуз, киви. Тоже хуйня ебаная, не берите. Вот это вот, короче, тоже... Ай, подождите. Сочная папайя и душевная роза. Не, это брать можно. Знаете почему? Потому что это типа вот роза, которая в балансе с тропиками ведёт себя абсолютно нормально. Это прикольно. Блядь, говорю, не будем, да, про вкусы говорить. Хуй с ним, давайте про вкусы. Короче, вот эти два, которые один из семи грехов, уныние и гнев, залупа полная просто. Шампанское там такое пришло. В коробку его, видимо, положили. Оно подороги куда-то съебалось. Тусить куда-то с кентами, потому что очень надо было. И его как бы там, ну, нету его нихуя там. И ягодный сорбет, арбуз, киви. Ну, блядь. Вот здесь вот, найди, блядь. Я нашёл здесь только один аромат. И то вот этот вот, блядь, ебучий ацетон, блядь. Вот прям, сука, ацетон. Вот мне кажется, если, блядь, крашеный ноготь засунуть в эту банку, блядь, он отвалится просто, блядь. Там краска уйдёт, блядь. Поэтому нет, это прям нет. Если брать остальную вкусовщину, оно в целом неплохо. А попадание даже где-то присутствует очень-очень неплохо и хорошо, окей. Единственный момент. Мне непонятно, нахуя этот продукт нужен, потому что везде, где он стоит, он везде стоит по скидкам. Он не продаётся вообще от слова совсем. Первое. Он не продаётся, у него нет никакой маркетинговой поддержки. И, блядь, ну, ребят, откровенно говоря, продукт вот прям проходной. Он прям проходной. То есть это... Если вот ты едешь, ты знаешь, он типа не запариваться. Ты видишь, блядь, чё взять, чё забить. Заезжаешь в магазин такой, о! Похуй. Ну, что, нормально. Ну, типа здесь и мальчикам, и девочкам покурить могут все абсолютно нормально. Типа, ну, ни у кого не возникает дискомфорта с этим продуктом в плане того, что это не крепко, это не жёстко. Это просто, ну, это табак. Это табак, который девочек накурит, мальчиков расслабит. Всё. Ну, типа весь смысл. Поэтому, ребят, табак Душа максимально странный продукт. Непонятно, зачем он нужен на рынке. Он есть где-то, продаётся, как правило, либо по скидкам, либо вы его хуй найдёте. Зачем я на него делаю обзор спустя сколько? Два года как он появился? Блядь, да, он уже два года существует. Вот я поэтому и говорю, что никто в рот даже не ебал, наверное, что такой табак существует. А если кто-то краем ухо и слышал, думал то, что это, а, что-то какие-то ноунеймы новые. Нет, это вот кальян Душа вот кто делает. Макс Попов. Я так понимаю, что это какие-то его приколы. Да, это какой-то прикол, видимо, у них совместно с Блэкбёрном. Они что-то замутили и... Не с Блэкбёрном, с Бёрном. Не знаю, в общем, ребят, штука проходная. Брать на свой страх и риск вообще всю линейку в целом. Пробовать можно? Можно. Чистые миксы для того, чтобы не заебываться, да. Но только если это не уныние, если это не гнев. Это прям хуйня полная. Не надо такое вообще в руки брать. Остальное в целом можно пробовать. И на этом, наверное, мы с вами будем прощаться. Внизу есть у нас соцсети. У меня там лайв-канал, телеграм-чат. У тебя дохуя вопросов есть, там тебе ответят. А пока лето, жарко, отдыхаем. Начали на расслабоне. Вот пивко пьём, всё нормально. Давай, твоё здоровье. И как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся традиции, мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Ты знаешь, что делать, если тебя выбили зуб? Знаю, пиздеть поменьше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...